Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Assassin's Creed. В прошлой серии мы убили Томира. Я бы могла сделать речь аутентичнее, но... Вы когда-нибудь читали Чосера? Кого? Понятно. Да, пожалуй, это не для вас. Тщ-щ-щ. Надо. Расскажите мне об Абстерго. Что здесь делают, ну, кроме того, что держат меня под замком? Абстерго – одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Она специализируется на антидепрессантах. В компьютере есть кое-какие данные. Но вы уже сказали, что это не испытание лекарства. Так что же? Мне не нравится, к чему вы клоните. Значит, я могу предположить, что анимус – это тайна. Что? Вы что, рекламу не видели? Боже! У вас есть чувство юмора? Невероятно. Извините, Дезмонту, у меня много работы. Если вы хотите узнать больше о компании, посмотрите в компьютере. Мы ведем работу в различных областях. Особенно интересен раздел телекоммуникаций. Ага, зомбирование людей, проще говоря. Я понял. Ну вот, вы тут можете почитать письма, в принципе. Я этого делать не буду. Исходных и удаленных нет. А в компьютер Ворона Видика я могу залезть? Или нет? Нет, пока не могу. Ладно. Такие были. Пойду спать. Дьявол, даже не переодеться. Ну, это мы уже слышали. Ладно, давайте ложиться спать. Таки бэй! Кого будем убивать в этот? О, лагает, да? На следующее утро? Идемте, мистер Майлз. Времени мало. Да. Ладно. Доктор. Хоть бы кофе дал попить. С утра-то. Где Люся? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем все это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Никогда таким не интересовался. Тогда я вам дам краткую сфотку. Мир в дерьме. Ага. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времен вашего предка прошла тысячи лет, а общество осталось все таким же варварским. Все таким же глупым. А ваша цель? Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь ее. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. Че происходит? И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, все станет намного лучше. Лучше? Конец всем войнам. Большим и маленьким. Не это ли ваша цель, ассасины? Мир во всем? Мир во всем. Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я все еще не понимаю, при чем здесь я? Терпение, мистер Майлз. Со временем вы поймете. Или не поймете. Мне все равно. Главное, чтобы вы показали, где оно. Где что? Извините, я опоздала. Мы готовы? Да, готовы. Готовы, готовы, ёпта. Запускай свою шарманку. Пардон. Телефон. Такси. В мир грез, пожалуйста. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами, используйте контру. Вот, контратаку. Выдайте мне, пожалуйста, контратаку. Уверен. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Угу. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Акр или Иерусалим. Хорошо. Не помню, кто живет там, а кто живет там. Но таки быть. Неудобно, довольно-таки, нож запрятан. Но таки быть. Зато у меня есть метательные ножи. Ладно, погнали. Бля, опять ты. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Так сам научи ее. Музы ты покажешь им. Да генерат, блядь. Отвлекает меня тут от убийств. Брилли. О, контратаки, гевать. Давай. 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 Великолепно. Подъем. Работа мастера. Вот тебе, мать твою. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Конец. Все, с контратаками уже можно фаниться по полной программе. Понимаю, у тебя много дел. Теперь меня куда сложнее будет убить. Такс. Ладно, погнали. Акр или Иерусалим. Опять же, это пробежка, блин, длинная. Доворот. И там еще скакать дохерище. Ну так и быть. Кажется, за ним кто-то гонится. Пока что перематывать мы этого не будем. Потому что в этих городах я еще не был. Ну то есть я не буду перематывать. Ты видел раньше такое? Мне не доводилось. Ну так смотри, что у нас не доводилось. Что он делает? Что он делает? Так, вот мы, по-моему, врата мы подходим. Да-да-да. Похоже, он торопится. Как ты догадался. Так, белая лошадка. Погнали. Акр или Иерусалим. Не помню, кто же там, повторюсь. Потому что давно я проходил Assassin's Creed. Последний раз. Я его в общей сложности, ну, проходил много раз. Раз пять, наверное. Если не больше. Вот. Самое меньшее из серии Creed. Я, наверное, люблю вторую часть. За ее муторность. И Revelations. Потому что, ну, что-то как-то на поток уже поставили. Это, да, это дело. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами, используя... Ну, что, го. Куда нам-то? В Дамаске я уже был. Акр или Иерусалим. Давайте в Акр. 1500 метров. Офигенно. Поехали. Хорошо, что тут у нас уже все эти места открыты. Ну, как частично. Ну, тут в крайнем случае, даже если GPS-ом не пользоваться, то, видите, Адамаск, Акро. Акро в ту сторону. Да, идите в жопу. Че, бесите меня. Там, 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 тамплиер, по-моему, убил людей. Да я че-то об этом подумал. Лучше туда не скакать. Да, как вы видите, тут хрестоносцев херово от дочи. Ну, и имена армии короля Ричарда. Да ты меня догони, попробуй, господи. За это мы скачиваем Акро, да? Хорошо. Значит, да. Ну, останови меня. Мать твою! Сволите! Ой-ой-ой, лошадь перекинулась! Ёб твою мать! Все, нам пизда, ребята. Пиздарики пришли. Пиздарики пришли. Однозначно, блядь. Я должен испугаться себе. Ща страхнут! По-любому, блядь. Восстанавливайся быстрее. Отваляй! Отвалий, отваляй, бляэйй, сука, я ж не умею захваты ещё разбивать. Нахер, пошёл! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я на ассоциейном, блядь. Ты не подходим ко мне, мудак. Ладно, ладно. В следующий раз будешь думать перед тем, как лезть в драк. Не беси меня! Я на ассоцией. Пусть он мне дает силу, в которой я нужна. Ой, это смерть, блядь. С два тамплиера. Какой пиздец, а? Комсуми! Комсуми! О, дал мне посусалу. Ну все. Это я думаю, смерть, опять. Ну да. Ладно, постел суток, постел суток. Можно еще, конечно, попробовать. Расталкивайте всех людей. Ну ладно. Не буду. Лошадь есть? Перепрыгнешь ты это? А, перепрыгнем. А погнали. Пошли вы в жопу, дебилы, блядь. А краю залим. Едем в акру. Там просто было два тамплиера ебучихи. Именно сильных, а не вот эти вот петушки, которые там выносятся за три удара. Блин. Ну да, в такие драки пока еще не стоит. Поймали! Поймали! Влезать. Почти на месте. Тут опять же куча тамплиеров, блядь. Тут придется четко постел суток отрабатывать, потому что они меня быстро накажут. Если в прошлом городе, я не помню, куда там есть. Если вас обнаружили, расталкивайте всех людей на своем пути и воспользуйте способность спринта, когда путь. Там еще можно было как-то зарешать вот даже на этой на контратаре. Ебать, вы что, конченые, что ли? Вон пошли. Ладно, доставаем меч. Ну, давайте эти шары. Слишком много движения. Слишком много движения. Чё-то было, блядь. Наводка. Ты чё делаешь? Хотел по красоте. Последний добить, но неплохо. О, боже. Пожалуйста, господин, не делайте так больше. Так, ладно. 18 минут мы потратили для того, чтобы забраться в сам город. Да прекрати. Прекрати, блядь. Господи, какие все прилипучие. Прилипает к стенам. Укрытием. Бесит. Так, ладно. Кто наша цель? Хотелось бы знать. Да мне насрать. Я занятый, видишь? Прыгай. Он точно разобьется, и я вовсе не собираюсь ему помогать. Ага, сядьте на скамейку, то есть просто так послышать явно нельзя. Хорошо. Да чего он это делает? Нету, блядь. Иди по тебе в армонент. Слышал про Алина? Лучник, что патрулирует восточное крыло? У этого бедняги брат поймал стрелу в горло. Боюсь, он и ночи не протянет. Как Алин вообще может сейчас работать? Он часто ходит к брату. Я прикрываю его, когда могу. Но сейчас ты не там. Нет, есть семейные дела, которыми надо заняться. Будем надеяться, доктор не узнает о его отсутствии. Ой, блядь, это же это доктор. Йоу, твою мать. Не бойся. Я буду держать рот на замке. Ладно таки быть. Бреш в обороне. Можно сказать, бреш в обороне у них уже есть. Похоже, он куда-то очень спешит. Мы выбили их, из Сахары. От кого бежит этот глупец? И отчастили от ее пригородов. Теперь они отступают на юг. Умоляя Саладина спасит. Ты это видел? Нет, не видел. Я проходил просто мимо. Успокойся. Такс. Уходи. Уходи. Вот, сука. Чуть спалил меня, мудак. Ладно. Да, чё-то тут я ничего интересного не получил. Давайте-ка, может, сюда сбегаем. А чё он только думал? Ах ты вор! Это оттучит тебя крать! Так, где тут? Где-то здесь, да? Тихо. Ты чё, не слышишь? Тебя в воровстве обвиняют. Наглохло или чё? Или по ушам получил? Он должен прекратить это ребячество. Да, он разревелся. Как же ты жалок. Я ни в чём не виноват. Зачем ты делаешь это? Глупый старик. На помощь, помогите. Кто-нибудь. Глупый старик. Уйди. Я ни в чём не виноват. Зачем ты делаешь это? Да, блядь, возьми его как цель, ну. Тебе конец. Придурок. Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. И я расскажу им эту историю. Расскажи. Мы не поняли, что значит быть героем. И адресок нашего братства тоже им напиши. Да, но и времена настали. Хорошо. Господи, помилый. Путь открыт. Ну, лезь наверх, чё ты. Он пострадал. Ты что, не видел, что я здесь стояла? Не понимаю, чего он хочет добиться. Не бесите меня. Ты это видел? И какой смысл в этом подъёме? А чё ты только думаешь? Я не знаю. Ну ладно. Ну, да, он успешен. Ну, слепой. А-а-а! Естественно, он нёплый, но он нормальный. Моги семья на краю гибели. Подайте хоть немного. Блин, меня. Я хочу есть. Я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Сейчас ты умрёшь. Нет. Не прокнула. Пару магии. Я прошу всего лишь пару магии. Ха! Тебе нельзя сюда. Уходи. Этих арчеров тут, конечно, хоть жопой жуй. Надо их почикать. Чтоб не бесили. Убийца! Здесь убийца! Блядь. Иди сюда. Где тот, кто заварил эту карьеру? Крепно-язычнику! Что случилось с этим ненавадой? Бей! Не знаю, зачем я сейчас зачищаю это место. Но раз пришёл я сюда, то почему бы и нет? Какой ты, блядь, медленный, а? Быстрее давай, ё-мое! А забава в том, что я по-по-по-по-пор... Блядь, сука! По-прежнему не вижу никаких там допоросов, краш и прочего. Дегенерат. Чё сделаешь? Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки! На помощь кто-нибудь помогите! Ладно, давайте-ка ещё здесь разведаем. Если же нет... За это ты поплатишься жизнью! Это больно! Перестань! То пойду уже в перо. Это отучит тебя крать! Ах ты вор! Это отучит тебя крать! Неужели никто мне не поможет? Грязный вор! Теперь тебе точно отрубят руки! Чё-то тут наезжают сильно на местное население. И опять же, ничего! Ладно. Ах ты вор! Это отучит тебя крать! Это больно! Перестань! Я выпущу тебе кишки! Смотри. Наслаждайся, блин! Дура! О боже! Что здесь произошло? Анна, пошли дальше. К бюро. Почему же он учится, как угорелый? Смотри-ка! Что он делает? Отдавайтесь! Без вашей помощи Таралю Ричарду не освободить Святую Землю! Мы все должны трудиться во имя победы! Постелывайте поляк! Помогайте раненым! Молитесь за тех, кто сражается во имя Господа! Делайте, что можете! Еще немножко разведки есть уже прям и тут не будет! Я не знаю, прям в какой район мне надо береться будет! Там лучников можно убивать! Не знаю, хватит мне этого или нет! Нам лишь нужно попросить его об этом! И я говорю вам, покайтесь! Подетенец! Исповедуйтесь в грехах! Он простит! Ибо такова его природа! Будьте сильными горжанами! Оставайтесь крепкими в вере! Дорога длина! И вас ждет немало испытаний! Как хорошо, что ты пришел, брат! Мне пригодился бы твой клинок! Тут в последнее время стало слишком много лучников! Они мне мешают! Убей их! Всех до единого! И я смогу помочь тебе в деле с этим безумным доктором! Напомни, тебя не должны заметить! Иначе они поднимут тревогу и придется скрыться! А затем начинать все сначала! Ладно! Послав орды воинов-язычников к нашим стенам! Но Бог не советует в вере! Если вы чисты сердцем, Он ответит! Будьте сильными горожане! Славитесь крепкими в вере! Дорога длина! И вас ждет немало испытаний! Но Бог видит вас! И ведет к победе! Сперва В Акре, Хаскоро И Вьяхе! Хаскоро 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 Прекрасная работа, Альтаир! Теперь, когда лучники убиты, я смогу заняться своим делом! Вот, держи! Этот заказ на работы в госпитале Горнье! Возможно, ты найдешь ему применение! Угу! Найду! Память убийства! Ох, слава богу! Постелывайте поля! Помогайте раненым! Молитесь за тех, кто сражается моими госпиталами! Надеюсь, ты не пройдешь! Да не беси меня! Не пройдешь, не пройдешь! Прошел уже! Что ты делаешь, придурок? Тебе просто... Ммм, ладно, я помню. Ну, как-то так. Его зовут Горниеденоплус, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. А, Альтаир! Птичка сказала мне, что ты придешь. Альмуалим заказал убийство Горниеденоплуса. Да-да-да-да-да-да, Горниеденоплус? Да. Я уже решил, когда и как его убить. Тогда расскажи мне, что ты узнал. Он живет и работает в больнице Ордена, на северо-западе. Говорят, что там творятся какие-то зверства. Ему нравится ставить эксперименты на людях. Многие жители Иерусалима похищены и привезены сюда. Не глупо. Он избегает подозрений здесь? Похищая людей в другом городе. Угу. Вернемся к делу. Каков твой план? Горниед почти не покидает свою комнату в больнице. Но иногда выходит осмотреть пациентов. Во время такого обхода я и нанесу удар. Вижу, ты обдумал свой план. Я отпускаю тебя. Угу. Очисти этот город и, может, этим ты искупишь свою вину. Ты можешь отдохнуть здесь, пока не будешь готов. Перемотка на более поздний участок памяти. Так. Убийство Горния Деноплуза. 170 метров. Я думаю, это будет быстро. Так. Как видите, тут немного надо для того, чтобы получить контракт. То есть, выполнить буквально парочку заданий и все. Даже необязательно от этих основных. Про подслушивание, кража. Какие будут такие выполнения? Блин. Вот ты реально не мог зацепиться там вообще не за что, да? Это отучит тебя крать. Помогите. Кто у него? На помощь. Ты смеешь красть у меня на глазах? Твое присутствие меня наружает. За это ты поблатишься жизнью. Уйди от меня, я ничего не сделала. Да кто ты такой? Ясичник, теперь ты умрешь. Они отвернулись. Дали принять. Ах, нах, нах! Ты спас меня. Весь город знает о твоем подвиге. Стой, что произошло. Божьей поддержкой. Таки быть. Это просто ужасно. Все. Интересно, куда это он? Вот, вот, вот мой билет. Внутрь. Можно, конечно, и через крышу, но так не интересно. Пропустите монахов. Нет, помогите, помогите мне. Помогите, пожалуйста, вы должны. Он идет. Он идет. Помогите, помогите мне. Опять. Прогони свой страх, иначе я не смогу помочь. Помочь? Как ты помог остальным? Ты забрал их души. Я видел. Я видел. Но не мою. Нет. Мою ты не получишь. Возьми себя в руки. Думаешь, мне приятно. И я хочу сделать тебе больно. Но ты не оставляешь мне выбора. Подкрепляй добрые слова ударами. Все это ложь и обман. Он будет доволен только если все складятся перед ним. Не стоило этого говорить. Верните его в палату. Я приду, как только обойду остальных. Ты не держишь меня здесь. Сейчас снова сбегу. Нет, не убежишь. Сломайте ему ноги. Обе. Ебать. Мне так жаль, сын мой. Вам что, нечем заняться? Ну да. У меня ж появилась работа теперь. Хорошо? Хорошо? Ты убредок. Сломоломец. чт а а а а вали от меня придурок дурной думаете в одни полегчал чего ты хочешь только помочь нет ты хочешь сделать мне больно это все что ты умеешь делать сын мой сам факт нашего с тобой разговора говорит о том что ты выздоравливаешь или ты забыл каким ты был я не могу вспомнить как думать а память вернется тогда ты поймешь уйди от меня дебил блять давай бля вот и твой билет меня ждет покой да вечный сон зовет меня но перед тем как закрыть глаза что станет с моими детьми ты хотел сказать людьми которым пришлось пережить твои эксперименты они вернутся домой домой но куда в канализацию публичные дома тюрьмы откуда мы их вытащили вытащили против их воли да но у них не было никакой воли ты правда настолько наивен ты унимаешь плачущего ребенка только потому что он ноет папа я хочу поиграть с огнем что ты ответишь да конечно но пощется он по твоей вине это не дети это взрослые мужчины и женщины телом возможно но не разумом я лечил именно разум заметь без артефакта который ты у нас украл мои успехи шли куда медленнее но были травы микстуры и вытяжки моя стража доказательства они были безумцами пока я не нашел их и не освободил из тюрьмы собственного разума а и без меня они снова станут безумцами ты правда верил что помогаешь я не верил в это я это знал ясно то есть довольно таки противоречивый персонаж давай наверх так далее не уйти в окно пожалуйста не дай его руки теперь ты умрешь сюда за ним скорее кто-то должен остановить это схватите его тебе запрещено здесь находится так так не получилось поймала так ну все прошло неплохо так 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 какого черта блять что ты делаешь альтаир япона мать теперь тебе точно отрубят руки так 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 Какой же кривой город, а? Даже не распрыгаешься нормально. И вечно эти лучники, блядь, на каждом углу, на каждой крыше. Кого там можно выцеливать на той крыше? Я не знаю. Ну, видать, какой-то смысл был в то время выставлять лучников на каждой крыше. Гарния Деноплус мертв. Что нового, Альтаир? Гарния мертв. Тогда возвращайся в Мосяф и доложи о своей победе. Я хотел спросить. Тогда спрашивай. Или ты хочешь, чтобы я читал мысли? Как ты думаешь, что ему было нужно от этих людей? Он бы продолжил на них свои эксперименты? Ты должен действовать, а не спрашивать, Альтаир. Важно не, что он делал и почему, а то, что он мертв. Но похоже, он верил, что помогал этим людям. А это ли ты видел? Нет. То, что я видел, не было храмом здоровья. Скорее, боли. Тогда почему мы ведем этот разговор? Я... Я не знаю. Забудь об этом. Уже забыл. Перемотка на более поздний участок памяти. Ну, видите, Альтаир начинает сомневаться. Это хорошо. Да. Да, конечно. Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких врагов. Там не и длинный позволяет отбиваться от нескольких врагов. Есть новости, Альтаир. Гарнида на плюс мертв. Отлично. А пояс и перчатка. Но новые результаты я и не ждал. И все же. Что такое? Доктор утверждал, что занимается благим делом. И на самом деле его пленники были благодарны ему. Не все, но достаточно, чтобы задаться вопросом, как ему удавалось делать из врагов друзей. Вожди всегда найдут способ подчинить себя других. Это и делает их вождями. Ну да. Когда слов недостаточно, в ход идут деньги. Когда они помогают, и они используются угрозы, обман и прочее. Существует растение, Альтаир. Травы из далеких краев, лишающие людей разума. Наслаждение ими дарующиеся так велико, что с их помощью можно поработить человека. Вы считаете, что эти люди были одурманены? Да, если все было так, как ты описываешь. Травы. Странный метод управления. Наши враги обвиняют меня в том же. Обещание рая. Они думают, что это сад, в котором вас ждут женщины и удовольствие. Что я одурманиваю вас и сулю вам райское блаженство. Они не знают правды. Как и должно быть. Но если бы они знали, что мы всего лишь хотим мира, то они бы не боялись нас, и мы бы не справились с ними. Ступай. Продолжай работу. Ты вновь повышен в звании, и тебе возвращена еще часть снаряжения. Мы поговорим, когда погибнет следующая жертва. Ну, настоящая легенда, то есть оригинальная легенда про хашишинов, то есть ассасинов, говорит нам о том, что, в принципе, это были довольно-таки идейные парни, которые, да, жили в замке, в которых воспитывались детей настоящих бойцов. И дело все было в том, что после каждого задания их опаивали неким снадобьем и переносили в райский сад. И внушали, что смерть несет им райское наслаждение. Там, естественно, их ждали гурии. Он бежит от кого-то? Это такое название шлюх. И, в общем-то, наслаждение и воздаяние за их труды. Что-то такое. За это они боролись, за это они жили. Но, с течением времени это раскрылось. И их уничтожили. Вот как-то так. Это не очень подробное описание той самой легенды. Ну, в общих чертах, я думаю, вы поняли, кем были ассасины в оригинальной истории. А не во вселенной Ассасинскрида. А теперь что он делает? Так, с нас ожидает следующий город. Но, пожалуй, на этом я уже закончу сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok